Добрый вечер! Продолжаем наше занятие по книге Хавбата Левавод «На пятнасти сердца» Рабейну Бахи. У нас идет 98 занятие. У нас врата пятые. Называется «Посвящение наших дел». То есть, эти врата, тема ихняя. Таким образом, мы должны служить Всевышнему так, чтобы это служение было направлено во имя Его, а не во имя какой-то другой причины. Мы находимся с вами в пятой главе. Эта пятая глава, она посвящена вопросу о ецарара, о дурному побуждению, который мешает исполнению заповедей, так, как это положено, так, как необходимо, как Творец ждет от нас. И объясняет Рабейну Бахи, что так как это дурное побуждение, это некая реальность, которую сотворил Творец для того, чтобы испытывать человека, и для этого он сотворен, это его задача, это его профессионал, для этого он существует. Его цель одна единственная, испытание человека. Одна единственная, других нет. Поэтому называет, это дурное побуждение, называет Рабейну Бахи врагом. Врагом. Почему? Потому что вся суть его погубить. То есть не дать человеку исполнить повеление Всевышнего так, как это требуется от него. Увести от него, поменять. Главное на второстепенное. Все, все, все. Сбить с толку, посеять сомнение. Сделать все, чтобы человек не достиг цели своего существования, не достиг грядущего мира. Есть люди, которые думают, что у них нет ЕЦРРА. Думают, что у них нет этого дурного побуждения. Ну, по-видимому, стоит прослушать сейчас все его уловки, чтобы, присмотревших себе, обнаружить, что на самом деле все это, да, существует. Мы прошли уже много занятий на эту тему. Разобрали все возможные подходы, каким образом дурное побуждение может посеять сомнения в основах веры. В основном, это у людей более простых в жизни, в понимании Торы. А после этого разобрали, каким путем ЕЦРРА будет сбивать с толку даже мудрецов Торы. А после этого мы перешли к 12 пример, которые тут будут приведены. 12 примеров, их больше, но они показательные. Когда дурное побуждение прикидывается самым нашим близким другом, дает нам хорошие советы. Естественно, что эти советы, они не более чем соблазн, который должен увести нас от служения. Первый совет, который мы с вами разобрали уже, это совет в том, чтобы угождать другим людям в своем служении, другим людям, производить на них впечатление. Показуха. Второй совет, он хочет использовать, находящийся внутри человека стремление к похвалу и одобрению, чтобы человек все время заискивал перед другими людьми. И эта тема была разбирана в прошлом занятии. Тема была очень-очень важная, потому что зачастую случается, мы стараемся всегда все перевести реальность, которая описывается в этой книге много столетий назад, на нашу реальность. Когда мы зачастую встречаем у Валет Чува, что их служение, их желание исполнять заповеди, они очень сильно зависят от окружающей среды. Ценят меня, не ценят, заметили, не заметили. А кому вообще я нужна? А кому мои мецводы вообще нужны? Кто-то вообще видит это, кто-то замечает. То есть мы взяли все представления из того мира и привели в еврейский мир с пониманием о том, что если я уже что-то делаю, особенно делаю великое дело во имя самого Бога, ну, так это явно должно прославиться, явно должно быть известно. Ищем одобрение, ищем поддержку. На самом деле, казалось бы, это такое простое человеческое чувство, а что тут в этом плохого? Ну, получить поддержку от других людей, верно? Может быть, это претензия к тем людям, которые не дают поддержку, но тем, которые ищут ее. Вот, видите, это все называется ецерара. Это все и есть дурное побуждение в человеке. Исполнять заповеди в надежде получить какой-то комплимент, оценку, доброе слово. Жена у мужа должна получить и то, и то, и это. Но по отношению к Богу, ни в коем случае. Видите, как он пишет, все это совет этого дурного начала. До такой степени, что мы тут в прошлый раз обсуждали это. Где наш идеал? Где наш идеал? Этот идеал, зная его, можно себя повесить где-то там, зная на кухне, а может лучше всего и в салоне. Идеал в том, чтобы не существовало различия между похвалой и осуждением. Слышите? Какой наш идеал? Идеал, когда нас хвалят. Хорошо. Нас осуждают. Тоже хорошо. Человека хвалят. Не должен подниматься на небеса. Человека осуждают. Не должен сильно падать. Должен остаться, приблизительно на том же месте они должны остаться. От чего это зависит? Скажите. От чего это зависит? Зависит от того, есть ли у нас личная самооценка самих себя. Видимо, тут находится одна из самых больших проблем. Почему мы так желаем одобрения других людей? Что кто-то обратил внимание, сказал доброе слово и так далее. Мы сами самостоятельно не можем существовать. У нас нет личной самооценки, чего мы даем по-настоящему стоим. Поэтому все время эту оценку, кто я такой, мы ищем вне себя. Действительно, когда мы были маленькими, то все наше осознание самих себя шло от наших родителей, окружающей среды. Нам говорили, ой, какой ты умный. Мы считали себя умным. Все говорят, что ты глупый. Мы считали себя глупым. Так это было. Теперь это ощущение, оно сидит в нас, и мы вырастаем с этим. И столько времени, сколько это было в детстве, и даже в отрочестве, в юношестве. Но когда мы встречаем люди не 30-40 лет, а порой 50-60, которые все еще ждут внимания, одобрения, которые все еще, по-видимому, что-то еще не выросло там и внутри, не созрело. По-еврейски уже точно нет. Поэтому принцип жизненный у нас, он очень простой у нас. Мы независимы не от того, что нас хвалят, независимы от того, что вас осуждают. Мы точно сами должны знать о том, что если нас осуждают, значит, да, правильно, надо тут же признаться, тут же надо понять, что неправильно сделать, но извиниться, извиниться, исправить, исправить, что нужно сделать. Спасибо большое, что вы сказали. Хорошо, что сделали замечание. В принципе, по-еврейски нужно быть очень рад, когда кто-то нам делает замечание или осуждает нас. Но обратите внимание, что порой осуждение нам может сильно обижать. Верно, верно, мы можем сказать, это очень высокий уровень, но хотя бы надо его знать. Надо его знать. Человек, нас обидели. Что значит обидели? Что значит обидели? Можно, можно, можно один, другой может обидеть. Как можно обидеть? Что значит обидеть? Обидеть – это высказать, по-видимому, не самую достойную оценку личности, поведению, умению и так далее. Нелестно высказаться по поводу талантов, может быть, наоборот, которые вообще не существуют. Почему это нас так задевает? Если я знаю личную оценку самого себя, то, по-видимому, из того, что мне сделают замечание, что я такой, и всякое, ничего нового не раскроет меня, почему же я должен обижаться? Если вы начнут хвалить, и я знаю свои достоинства, это должно что-то поменять в моей душе. Спасибо, что вы, так сказать, еще один раз напомнили, но это Барухши Киванты. Хорошо, что вы это рассмотрели, рассмотрели хорошие стороны, плохие стороны, и то, и другое. Вечно очень хорошо, достойно. Это наш идеал. Таким образом мы можем бороться против Яцерера, против этого дурного побуждения. Это единственное, потому что дурное побеждение, оно, которое толкает нас обижаться. Оно, оно, которое толкает, с одной стороны, похвалят, ха-а-а-а, эфория, что чего не должно быть. И оно, которое толкает нас в пропасть, в пропасть обиды, эмоциональной ямы, из которой они вылазят. Меня обидели, люди годами оттуда не вылазят. Им там даже хорошо становится, привычно. И то, и другое, это Яцерера, которые не позволяют человеку жить. Не позволяют. Сколько есть случаев, когда там семейные отношения между мужем и женой. Они просто, каждый из них, по какой-то, может быть, даже объективной причине, обиделся. То есть, он ждал от другой стороны какого-то поведения. Видимо, оно не было, оно было противоположное. И это его задело, обиделся. И вот, два надутых человека сидят в разных углах и не разговаривают. Это накапливается, накапливается, приходит отчуждение. Потом спрашивают, почему люди разводятся. только один из примеров. Я же не говорю про критику, которая так сильно нас задевает. Есть люди, которые не способны услышать даже намек на критику. Все черно-белое. Да, или ты за меня, или против меня, одно из двух. Или ты мой друг, о враг, нет ничего посередине. Нет никакой возможности самооценки, самокритики, вообще никакой возможности. Слепота полная. Но, так не должно быть. Это крайний случай. Это вообще, надо быть очень осторожным с такими людьми. А человек нормативный, он может, естественно, что он может быть задет осуждением, он может обижаться, но он должен, по крайней мере, знать, что это, поверьте, недостойно. Он должен знать, что это происки этого дурного побуждения. И что с ними надо делать? Видите, как в самом начале было повеление, которое оно как бы заголовок всему прочему. Он же твой враг. Что делать? Воевать. Значит, если приходит обида, то ее надо сразу, сразу в этот момент вспомнить эти слова, вспомнить эти слова, мусар, который мы учим. Смотришь, это огонь. Оно выжит нас все это глупость наша. Недалекость, это эти чувства, которые они не совсем уместны. Человек должен знать, кто он такой. И его ничего не будет задевать. И не будет ни похвала, не будет поднимать его ни осуждение, не будет его опускать. Ни то, ни другого не будет зависим. Тогда он будет свободен и будет способен служить Всевышнему во его имя, как положено, как тут сказано. Об этом мы говорили в прошлый раз. Хотелось снова повторить это, потому что эта тема очень-очень важная. Давайте перейдем к следующему происку или совету этого дурного побуждения. «Когда дурное побуждение потеряет надежду соблазни тебя приведенными высшими рассуждениями, оно попытается нанести ущерб делам твоим, связанным со служением, стараясь делать так, чтобы твои мысли были поглощены делами этого мира, людьми его, твоими влечениями, и что заставит тебя забыть о своем смертном части. Видите, это сегодня мы разбираем по-видимому самую типичную ситуацию, в которую человек может попасть. Самую типичную ситуацию, в которой человек... то есть имеется в виду человек, который соблюдает. То, о чем мы будем говорить, вполне возможно для человека, бальчува начинающего, менее актуально, потому что он находится, что называется, идет в гору, у него ощущение есть воодушевление, которое дается в начале, в самом начале чувы дается как полный подарок, и приходит такое очарование, приходит, все хорошо, и все такое. Ну, мы знаем о том, что, как правило, после каждого очарования есть разочарование, а потом все это как-то выстраивается на... как-то уравновешивается. Как-то уравновешивается. Так вот, что происходит, когда человек выходит, что называется, на стационарный режим? То есть, когда все становится ровно. Или, что говорить о людях, которые пришли из мира, в которых они родились в религиозной среде, выросли, знаю, где там, яшиарим, тунебрахи, которые с детства привыкли к исполнению митцвол, благословения, молитве, тут их поджидает, по-видимому, самое большое испытание. Самое большое испытание. Дурное побуждение не подойдет к ним с вопросами о вере, не будет их, там, сказать, испытывать какими-то, чем-то высокими, какими-то, какими-то, не будет точно так же пытаться их, так сказать, производить впечатление на кого-то. Это, они уже выросли в мире, или мы уже привыкли, к которому уже, так сказать, потеряли надежду, то ли на эти похвалу, то ли, то ли, то ли, то ли, просто уже это не влияет, по разной причине, неважно как. Мы сказали о том, что если человек, он профессор, то его дурное побуждение, академик, оно всегда лучше знает, как человеку подойти, лучше психолог. Нет ЭТР большего психолога человека, чем его, это дурное побуждение. И он просмотрелся, да, а что, а как можно это, тут не подойти, тут не подойти. А мы подойдем, просто по-бородому. Жить-то надо, верно? Религиозно-религиозно, но жить-то надо. Ну, а что, а что такое жизнь? Жизнь это, вот быть. А что с бытом? Быть надо устраивать. Ну, кто-то скажет, что не надо устраивать быть. Ну, что, нужно жить где-то на, прыживу на зеврейской жизни, жить по-спартански, где-то, я знаю, на койко-местах, вообще не обращая внимания на условия жизни? Нет. Есть исключения, не исправят для людей, и особенных, как мы говорили, есть особые правила, по другим меркам. Мы простые люди. Мы должны жить хорошо, нормально, благоустроенно. что делает, так как это является действительно вещью легитимной. Он всего лишь говорит, мы давай то, что уже дозволено, мы это чуть-чуть-чуть усилим, увеличим, придадим этому большее значение. Другими словами, из второстивеного мы это превратим в основное, в главное. И тогда человек вдруг обнаружит, что вся его жизнь, она начинает крутиться вокруг, суета, сует называется. А тут надо побежал туда, надо вернуться туда, тут надо, ой, забыл позвонить, тут химчистка, тут надо принести, тут надо убрать, тут надо принести, тут поговорить, тут надо подумать, тут надо составить план. Человек все время вдруг находит себя в ситуации, что он все время чем-то занят. Он действительно занят, действительно казалось бы, все это надо. Одного точно нету. Истинного служения, которое тут описано, нету, нету. Не в состоянии молиться, не в состоянии, говорит благословение, не в состоянии, выполнять митцу, как надо, не в состоянии учебу, учиться, как положено. Все его отвлекает, все его отвлекает. Понимаете, это называется по-русски перевести машинально, мэлюмада, машинально. Механическое. Все, механическое исполнение, митцвот и все прочее. Молитва, это же называется только словами. Понимаете? Это произнести группу слов, набор слов. Довольно длинный. Но так как мы этот набор слов произносим каждый день три раза и уже много-много лет изучили это наизусть, то у нас это получается даже вообще не замечаем уже в каком месте молитвы даже находимся. В том хасидской истории, когда посередине молитвы один хасид вдруг почувствовал, что кто-то ударил. Он посмотрел по сторонам в такой ярости, кто его. И только в одну секунду осознал, что в принципе он находится посередине молитвы. И он сам себя по груди стукнул по привычке. А голова была на базаре по своим делам. Проснулся. Понимаете? Это его пробудило. Дурное побуждение крадет у нас самое основное. Оно усыпляет нашу бдительность. Оно хочет, чтобы у нас все было по привычке, машинально, автоматически. Как роботы. Все, все, все. Говорить, говорить. Автомат, автомат, автомат. А ведь все, о чем тут речь идет, вся книга посвящена одному единственному. О том, что то, о чем мы говорим, служение, оно, 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 оно находится внутри. только выражение ее снаружи. Мы не можем молиться про себя. Потому что у нас внутренняя работа колоссальная там и без слов. Нет. Надо уметь это облечь в правильную речь. Поэтому мы говорим словами, которые установили нам мудрецы, что мы точно выражались, а они, так сказать, не точно. Что, что мы, как выйти из этого? Как научиться молиться? И как научиться говорить благословение? И как говорится? Это отдельный вопрос. Мы уже обсуждали неоднократно. Задели, может быть, уже скажем только два слова. Снова мы сейчас в преддверии Роша Шана, когда, наоборот, нужно настроиться настолько, насколько можно. Как известно, молитва в Роша Шана, если мы ее произнесем с истинным намерением, то она как бы исправляет все молитвы, которые мы не молились в течение года. Молитва требует колоссального внутреннего напряжения. На нее надо настроиться. Невозможно вот просто так, знаете, так заскочил на минку, как правило видно, значит, люди просто с заскоку, то есть они, так сказать, увидели, а, есть, вот, начался меня, заскочили прямо на месте, без какой-то подозрева, раз, и начали молиться. Все от ораторили. Все очень хорошо. Сказано о том, что первые хасиди, они час готовились к молитве. Только подготовка к молитве у них заняла час. Сколько они молились? В принципе, по большому счету, самому большому счету, человек должен находиться в молитве вообще целый день. Если в конечном итоге результат конечный, он близится к Всевышнему, то что больше может быть, чем молитва? Но тут приходит наш враг, приходит дурное побуждение и говорит, вы у меня молиться не будете. Молитва – это одно из трех столпов, на котором вообще мир стоит. Называется, а вода, называется работа. Это работа, это очень тяжелая работа, несравнимая. Можно сидеть, решать задачки, переносить какие-то предметы, смену, быть грузчиком. Несравнимая с этой работой, она очень тяжелая. Заставить себя, вопреки вмешательству этого дурного побуждения, что делает дурное побуждение? Она проделывает нам, знаете, как сейчас в мире принято одна страна нападает на другую, кибернетическое нападение, то есть они внедряются в компьютеры другого страны, управляющие органы, и там что-то крадет сведения, или там вмешивается, или там эта история, как, я знаю, приписывают Мусаду, о том, что они там внедрились на завод по производству уранима в Иране, и подкрутили там им скорость этих вращающих центрифуг, и все испортили. Это интересная история. это, это, они, что делает, я царара, что делает это дурное попутствие. Он, он просто, он внедряется на взмозг, по-другому нельзя это объяснить. И вроде читаешь одни слова, а в голове крутится совсем другое. Вообще другое. То есть, понимаете, что написано одно, а голова в это выскочила, потом в это выскочила. Обратите теперь внимание, с людьми, которые говорят, все придумали, религиозно придумали какое-то дурное побуждение, царара. Хорошо. Возьмите, пожалуйста, газету «Известие» или «Правду». Ну, не знаю, что сейчас читают. Или их уже нет, по-видимому, что-то вместо этого. Или какие-то вот это. Посмотрите, если у вас те же самые мысли, которые выскакивают посередине молитвы, они выскакивают у вас посередине чтения газеты. Давайте посмотрим. Вдруг увидите о том, что посередине посередине чтения газеты или там, или, я знаю, там, просмотра фильма. Полная концентрация. Ни одной чужой мысли, ни одной дурной мысли. Вообще все, полностью, полностью, не пропустил ни слова. Как это так? Ну, вы видите, значит, то, что касается дворимшей бык душа, то есть, то, что касается святых дел. Очевидно о том, что попробуйте только учиться, начните молиться, начните благословение. Тут же моментально приходит это дурное побуждение. То ли она пустит усталость. Начинаем зевать. Как только кончится молитва, тут же пробудимся, все будет, жизнь снова закрутится. Но в этот момент это очень тяжело, хочется спать, вообще уставше. Или просто начинаем думать о чем-то другом. Или просто вторгается в нашу голову какая-то совершенно другая мысль. Это называется, мы не можем сконцентрироваться. Но те же люди почему-то очень сконцентрироваться на всем остальном. То есть, все, что не касается молитвы, не касается этого. Вполне нормально. Я же не говорю, у кого есть проблемы объективные, мы про них речь не говорим. А основная, вот основная группа людей, масса основная. Как же так? Дурное побуждение хочет одно-единственное у таких людей, как мы. Выполняй все, я тебе мешать не буду. Будь религиозный, ходи в скипои, ходи скромно, ходи, но без намерения. Ты молиться будешь, но не в сердце. Благословить будешь, но только словами. Учиться будешь, но только понимать не будешь. А есть люди, которые думают, видите, что нету, я царара. Он нам не дает ничего делать. Ничего не дает. Он самый большой враг. Не надо это знать. И кто не борется с ним, кто не является Ишмель Хамак, кто не является человеком, бойцом, он проигрывает жизнь. Почему? Потому что, кто не воюет, он неизбежно все проигрывает. То есть, кто не воюет за этим, я царара, вся жизнь проиграна у него. Он просто, ему удается украсть у нас эту жизнь. То есть, у него цель, он для этого сотворен. И вся единственная, он наш тандем, у нас партнер неразлучный, который есть. У него одна единственная цел, просто украсть у нас это наше грядущее место. Для этого он сотворен. Кто это не понимает? Кто не понимает, с чем надо бороться, как бороться, и что его атакует, с какой стороны атакует, и почему вообще наша жизнь складывается таким образом. Поэтому потом, потом люди приходят и говорят, смотрите, вообще религиозная жизнь, она такая однообразная, такая скучная вообще. Мне уже, знаете, как-то грустно, все-таки плохо, верно? Вас затянули? Вас прикончило это ваше дурное побуждение? Прикончило? Не дает нам никакого удовольствия, ни от учебы, ни от молитвы, ничего. Люди приходят, говорят, смотрите, а молитва не слышится. Какая молитва? О чем вы говорите? Произношение слов это не называется молитвой. Вы хотите, чтобы просто отсутствие какого-либо внутренней работы, называется работа, работа, которая определяется как молитва, и при ее отсутствии, вы скажете, а можно не молиться и получить, можно не работать и получить зарплату? Можно молиться, как мы молимся и надеяться что-то сказать, творец нам что-то даст? Давайте вернемся к тому, что как это описывает Равейн и Бахи, снова обратите внимание, речь идет о реальности 800-900 лет назад. Что изменилось с тех пор? Единственное, что мы сейчас поменяем одни названия на другие, но по большому счету жизнь внутренняя человека ничего не поменялось. Прогресс только в области удовлетворения вот этого дурного начала. Только там есть прогресс. Что хочет дурное начало? Комфортабельно. И действительно цивилизация позаботилась о том, чтобы мы стали более жить безопасно, комфортабельно, без усилий, без всего. То есть в улучшении материальных условиях колоссальный прогресс. Во всем остальном, что мы видим вокруг, только регресс. А жизнь основная, вот человека, который верит в себя вот такая, внутренняя жизнь, она ничего не поменялась. Видите, смотрите, 800-900 лет назад все то же самое было. Вот смотрите, как он говорит. Давайте вернемся теперь к тексту, снова прочтем его. Когда дурное побуждение потеряет надежду соблазнить тебя приведенными высшими рассуждениями, но попытается нанести ущерб делам твоим, связанным со служением, стараясь сделать так, что твои мысли были поглощены делами этого мира. Есть этот мир, как мы сказали. И есть много, что там нужно исправить, починить, сделать, убиться. Мы будем, голова в этом будет. Чтобы твои мысли были поглощены делами этого мира. Людьми его, твоими влечениями, чтобы заставить тебя забыть о своем смертном части. Понимаете? Есть много интересных людей. А людям вообще свойственно поговорить о себе. Многие люди пишут автобиографии. Самое странное в этой истории, что люди другие читают. Я понимаю, ты скажешь, все пишут о себе, надо читать. Что вам читать автобиографию другого читать? Нет, это очень интересно. Проводят столько времени, чтобы понять. очень интересные люди. Да? Очень интересные люди. Их успех притягивает. Есть которые всякие журналы такие, которые публикуют про успешных людей. Это пользуется большим спросом. Видите? Тогда был это дурное побуждение сегодня. Твоими влечениями, хобби, всякие разные, интересными, которые есть дальше. Он это все разложит. Все, все, чтобы заставить себя забыть о своем смертном части. То есть, что можно вообще пробудить, начать воевать? Эй, у тебя есть, что называется, красная граница. Ты живешь до какого-то времени. Проснись, тебя сейчас топит твое дурное побуждение. Ты должен наоборот успеть что-то до дня смерти. И когда дурное побуждение увидит, что ты стремишься освободить свое сердце для совершения дел, удостаивающих тебя будущего мира, таких, как молитва, обязательно, добровольно, или когда ты читаешь Тору, или изучаешь мудрость, веру, воспитание, душевных качеств, оно будет путать твои мысли и занимать твое сердце мыслями об этом мире, о торговых делах, о прибыли и убытках, и скажет тебе после всего этого радуйся, что у тебя выдался перерыв в делах, свободный час, которого не будет в другой раз из-за великой твоей занятости, обдумай сейчас о состоянии дел с твоим компаньоном, подсчитай, сколько причитается тебе с него и сколько ты должен ему, припомни, сколько ты взыскал с тех, кто должен тебе, и сколько они остались тебе должны, подумай, чем выгодно заняться для обеспечения своего пропитания, чем невыгодно, вспомни, какие из прежних твоих начинаний приносили тебе удачу и радость, и какие разочарования, а если есть у тебя с кем-то судебная тюжба, то постарайся предвосхитить во всем уме все его доводы и предоставить все свои, и измыслить все возможные уловки против него в суде, чтобы выиграть дело, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, мы далеко уехали. Человек, который занимается бизнесом. Все, видите, вот-вот, он нам скажет прямо на месте, все как есть. О чем голова крутится целый день. Это должен, не я ему должен, я ему дам, не дам, сделаю сделку, не сделаю, какая цена, что цена. А если есть какая-то тяжба, вай-вай-вай-вай-вай. Это как между мужем и женой. То есть, у жены всегда внутри есть такой-такой процесс, у мужа и то же самое. Это, когда поднимается такой процесс негодования, который сопровождается очень логичными аргументами. и мы как будто находимся на суде, да, и мы, надо сказать, произносим обвинительную речь против нашего мужа, против жены, и вот, надо сказать, и несем правильные речи. Вот так-то, вот так-то, вот, а ты не так сказала, вот это, так сказать, аргументация. Иногда очень-очень остроумно. это то, что Яцарара постоянно хочет, чтобы человек был занят этим. Видите, это первое, что он тут говорит, первое, он обращает. Когда дурное побуждение увидишь, что ты стремишься освободить свое сердце для совершения дела и достаиваешься тебя будущими. Он видит, что вай-вай-вай, он сейчас идет проиграть. Это человек крепкий, у него кипа на голове, забито гвоздями. Не сдвинешь. Он идет, цель идет к грядущему миру. Он говорит, а, ты идешь к грядущему миру. Ну, давай посмотрим, что тебя туда приведет. А, молитва, голословение, чтение Торы, изучение мудрости веры и воспитание душевных качеств. То, я сейчас тебе устрою сейчас тут это тихий, темное. У тебя сейчас темно будет. У тебя у тебя будет, так сказать, временами, у тебя будет временами пробелы. Ты будешь занят. Я тебе буду каждый раз подключать, проецировать на твой мозг совершенно другие мысли, которые будут самые, на самом деле, которые есть. А это не другие. Откуда эти мысли? Люди скажут, как? Вы не понимаете, вы же темные люди. Есть подсознание, есть сознание. Верно? То, что называют подсознание, это уже давным-давно написано в наших книгах, на много-много столетий. Имеется в виду, что есть истинная я человека. Что есть истинная я? Человек может целый день заниматься торой, а вот как тут написано, его вот, истинная я, его, оно вообще в другом месте находится. Можно и наоборот. Человек может работать целый день, но его истинная я находится в торе. Как это может быть? Очень просто. Это то, куда человек как бы ставит весь свой, свой интерес, весь акцент своей душевной энергии в какое место, в куда, что его на по-настоящему волнует. Вот по-настоящему, по-настоящему. То есть, проверка, она всегда, что там внутри крутится, то, что никто не видит. Вот эти мысли, которые есть. Спросили однажды Рапшимна Шкопов, один из больших мудрецов прошлого поколения, глава Ищибы. Как знать, если человек, как бы, мунах-батуран, если он, как бы, находится в торе? Он говорит, как? Очень просто. Проверьте, какие мысли приходят в молитве. Если приходит какое-то хидушим, приходит какое-то понимание новое, в Рамбоме, или там понимание в Рабаке Вегер, или еще в каких-то трудных местах, которые действительно прыгают вдруг на себя посередине, что это нехорошо, так не должно быть. По крайней мере, я все раз знаю, как, так сказать, сбить молитву человека такого, то, по крайней мере, мы понимаем, голова его, то есть, его душа, она всецелая там находится. Там его я истинный, там, в этом месте находится. А если человек молится и пробуждается в нем мысли, которые не связаны с этим, а связаны совершенно другими с, как дальше мы говорим, то ли своими фантазиями, то ли своими желаниями, своими пожеланиями, своими планами, и так далее, прочего, то его истинная суть, она не связана с тобой вообще. Человеку очень легко знать, кто он такой. Обманывать можно других, только не себя. себя проверить очень легко. Что в молитве? Проверьте, какие мысли появляются. Это дает нам, дает нам ясное понимание нашего духовного уровня. И проверить, что нас радует в жизни. Чему мы радуемся? Вот если нам скажут, и мы обрадуемся. Скоро ужин. Ведь обрадовались. Надо сказать, а, 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 ужин, ужин, это хорошо. Или скоро урок будет, или скоро будет, знали, или, или, вот мы начинаем изучать какой-то трактат или еще там, или еще, не знаю, что вот. Давай сейчас у нас начнется урок по Аллахе. Что нельзя? Посмотрим. Радует, не радует. Это как вообще. Как к этому относиться? Вот и проверка вся, которая есть. Тут он объясняет о том, что начнется все с самого простого. То есть, что он сделает, и это рара, дурное побуждение. Он просто, просто, снова, согласно нашему уровню, он каждый раз будет тебе проецировать на, 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 на твой экран совершенно другие картинки. Не молитву. Не молитву, как надо. А, что-то дополнительно к этому. По большому счету, совершенно непонятно, как вообще современный человек вообще может молиться. Я лично не понимаю. То есть, после всего количества фильмов, картин, роликов, все, что мелкает, новости, все, все, ну, все даже, да, даже не, как вообще может быть достаться нормальным, я не понимаю. Как вообще можно адекватно воспринимать всю среду, вообще все вокруг. Человек все время видит, все время участвует, там все доходит, па-па-па, что-то мелькает, мелькает, мелькает. Естественно, что у него, как он пытается только молиться, средоточить, сразу то, что он начинает мелькать в голове. Мы все еще не касаемся сна, не касаемся того, что происходит перед сном, не касается первой минуты пробуждения, что это очень существенная минута нашей жизни. Как-нибудь поговорим об этом. Мы говорим только сейчас о молитве. Молитва много-много она может из нашего сердца вытащить. Как спастись? Если мы же говорим только, чтобы было хоть какой-то... Вообще мы перед Рожа Шана, надо хорошо подготовить себя. Если еще вот идет от Хапецхайма, это известно о том, что в принципе есть 18-е было словения, 19-е их, это то, что называется молитва, верно? Мы привыкли это просто читать. Надо знать, что мы не должны читать. Мы должны, так как их 19, и каждый из них это другая тема, то нужно приучить себя. Снова это приучить. Это приучить, это работа, приучить, приучить, год-два приучать. Не произносить, не вообще, это хорошая привычка, вообще, чтобы у нас изо рта не исходило по инерции ничего. Чтобы всегда обдумали, потом сказали, а не наоборот. В молитве без этого вообще шансы нулевые практически. Надо научиться молчать. до тех пор, пока мы не в голове, не подняли эту тему. Например, есть самая основная первая просьба, которая есть в молитве, это просьба, ревон, дай мне, ты, ты даешь нам соображение, ты даешь нам разум, ты даешь нам, как перевести на русский, я все это не знаю, но факт тому, что это молитва, с чем она связана, есть тема. Какая тема? Я хочу быть человеком разумным. Разум идет от тебя, в молекулах разума нету, в химии. Откуда же разум идет? Разум идет, только это твой разум. Есть единственное, что мешает мне быть разумным. Помоги мне, рыбоныш, я хочу, почему? Потому что не будет разум, не будет человеком разумным, все остальное, и здоровье, и деньги, и мир, и все, это все не стоит ничего, потому что все это расходу в другую сторону. Я хочу, поэтому мне нужно, молясь, остановиться, не произносить слова, а внутри души захотеть мудрости. Если я не хочу мудрости, что я ее прошу? Я же чего просить-то буду, эту мудрость? Если я чувствую, что это мне не хватает, мне должно это не хватать. И нужно чувствовать о том, что я глуп, такому глупцу, как я, мудрости бы, в общем, довольно-таки бы не помешало бы. Поэтому это позволяет мне этого хотеть. Значит, я должен, должен, должен почувствовать этот недостаток мудрости в моей душе. Я после этого все остальное, там, после этого, я знаю, перескочим на мир, перескочим на здоровье, на деньги, почувствовать, да, мне это не хватает, да, мне это не хватает. Я хочу этого. Теперь, только остановившись, почувствовав это, после того, как я, в принципе, как бы создал, условно говоря, некий вакуум, как в насосе, который может притянуть, это, только после этого облечь это в слова. После того, как я заведен чувствами, заведен намерением, после этого, сказать, этого словами, смотри-ка, хорошо пошло. Смотришь, понимаешь, даже слова, которые ты говоришь. И стоп. Вот это самое сложное. Самое сложное, приучить себя сказать одно благословение, остановиться. Остановиться. Город Шаховецхай, мы его иногда слышали, он посередине молитв, он просто говорил с Богом. Он говорил на идише. Там нету, он говорил на идише, посередине молитв. У нас есть особое место, да, это вопрос, может, но он, мы должны, личные просьбы есть только в Шмак-О-Лейне, да, а все остальное надо приучить себя. Вначале пробудить желание, которое породит это, это то, что мы называем молитвы. Что такое молитвы? Молитва – это клянчить. По-простому. Видели, как дети клянчут сосульку, шоколадку, не знаю, что-то такое, что они очень хотят. Вот, вот с таким желанием мы должны просить и мудрости, и Чувы, и Торы, и чтобы он нас вернул, и чтобы у нас был мир, и чтобы мы были здоровы, и чтобы мы были, достатки у нас были. А потом все просьбы идут уже связанные с нас как обществом, как и уресским народом. Ну, олевая, там уже это более высокий уровень. Чтобы это нам чувствовали, что нам это не хватает. Что нам будет не хватать этого. То и молитва пойдет по-другому. То, пройдем дальше. точно так же дурно побуждение действует, если есть у тебя имущество. Например, мелкий или крупный скот. Ну, давайте переведем это трактор, я знаю, какой-то автомобиль, еще что-либо. Есть у тебя что-то. Или земля для посева. Надлан. Это имущество какое-то. Имеем какую-то землю. Недвижимость. О, недвижимость имеем. Или ты обязан исполнить какую-то работу для властей. Работаешь на государство. Или для частного лица. Или в частной фирме. Произвести расчет с властителями или с простолюдином. Расчеты то, это платят мне, я кому-то должен. Или у тебя есть долги, которые ты не можешь уплатить. Или товарищи, о которых ты должен побеспокоиться и подумать их дела. Тогда оно в тот момент, когда ты освободишь себя для служения Богу, направит твои мысли на любое из названных дел, чтобы заставить тебя заняться им и таким путем нанести ущерб ему служение, ибо к нему теперь будет приготовлено лишь тело твое, но не сердце и душа. Ва-га, ва-га. Слышите? Но не сердце и душа. Только тело. Видите, что мы перечислили? Есть в этом что-то предрассудительное, что-то, что-то осудительное? У человека есть имущество. У него есть какие-то земля, у него есть какие-то, вы сказали, недвижимость. Он что, не должен об этом думать? Конечно, должен думать. Он работает на какого-то предпринимателя, неважно, на государство, на какое-то... Он что, не должен честно работать? Точно так же должен честно работать. Все правильно, тут все сказано. Есть долги, надо отдать долги. Тебе должны, ну, когда уже отдадут... Ну, кто сказал, что эти мысли должны нас преследовать в момент, когда мы идем молиться? Именно в этот момент, когда пошли молиться, в этот момент стало очень-очень важно не забыть про это, вспомнил про это, до такой степени. До такой степени. Все для чего? Нанести ущерб твоему служению, ему к нему теперь будет приготовлено. То есть, тело твое, но ни сердце, ни душа. Ты будешь стоять, тело будет молиться, но душа и сердце будут далеки об этом. Все только языком. Так, дурное побуждение, он крадет у нас наше я, крадет будущее наше, крадет всю нашу жизнь. Оставляя только тело, как и люди полагают, да, с телом. Думать, что мы только тело, только материальная часть. Если же дурное побуждение не преуспеет в том, чтобы занять мысли человека одним из этих дел, видите, эти дела по делу, по делу. Ну, представим себе, что внутри человека, так сказать, он как-то более организован, способен преодолевать, не думать о работе, работе, работа тут, молитва сейчас тут, не думает о всех других, так сказать, то, что мы тут перечислили перед этим. Как-то способен более сконцентрироваться. Что будет делать дурное побуждение? Оставить его в покое? Ни в коем случае. Если же дурное побуждение не преуспеет в том, чтобы занять мысли человека одним из этих дел, а он отправит их на загадки или другие вещи, захватывающие внимание надолго. Это люди, знаете, я действительно, люди, так сказать, действительно, тяжелые, с концентрацией, там они легко, легко сбить их с толку, сбить их не в мысль, все перепутано в голове, все в перемешку, все. Здесь люди более организованы. Поэтому, на работе они могут думать о работе, сейчас надо молиться, надо думать о молитве. Таким людям посылается сразу же испытание на соответствующем уровне. вы чуть повыше? А, ну, смотрите, а вот кроссворд, можете разгадать? Ребус очень интересный. Сейчас, эй, судуку, как называется? Судуку. Да, это надо думать, это интересно. И пошло, поехало. И человек сидит, смотришь, два часа, три часа с большим энтузиазмом. Никаких других мыслей посередине не подключается туда, ничего не мешает. Полностью концентрация. Сохватывает внимание надолго. А если этот человек пытает пристрастие к азартным играм с костями, картами, тому подобное, видите, все, все то же самое было. А в наше время, вы не представляете, это, это, одно из самых больших бед этого интерброха, который у нас есть, это интерактивные игры. Не знаю, кто-то знаком с этим или нет. Кто попал в эти игры, это все. Этот человек, он уже, вряд ли можно определить, как нормативной личностью. Его психика уже искривлена. А голова у этих людей, встречал нескольких таких людей, у них беспрерывно работает, они посередине игры. Когда они даже прекратили игры, во-первых, они не могут прекратить. Вы знаете, что это интерактивная игра, когда ты играешь, сразу же у тебя против нескольких, там воины играют, всякие разные, там экономические какие-то расклады, я знаю, вот это, так сказать, вклады и так далее. А все это настолько сейчас сделано, прямо, видишь, как это, как это, как это, чуть ли не настоящая война, как не настоящая покупка, как не настоящее все, и тут ты одного обхитрил, а тот хочет тебя забрать это, а ты нет, это не удар. Всякие разные условия, есть, которые игроки одного класса, другого класса, есть те, которые являются как бы основными, которые направляют, есть, которые занимают какую-то позицию, которые начинающие, из которых только это входят. Целая иерархия в этих играх, которые есть, забирает сердце человека полностью. Его невозможно, его мы только, я знаю, куда-то отправить его вообще, то ли, в какое-то место, где вообще необитаемый остров, пусть помучатся, как наркоман, на полгода и постепенно выходят из этого. Видел, выходят из этого. Есть даже тут место тоже надо знать, есть деревни, в которые принимают таких ребят, чтобы дать им шанс какой-то быть, как наркомана, полностью наркомания. Или дать воображению разные игровые ситуации, заставляя обдумывать ход игры, ее приемы хитрости. Видите, а что говорить о просто фантазиях. Просто фантазии. В наше время, я не в курсе делал, не знаю, скорее всего, уже молодого поколения, и они настолько приклеены к этому, прямо на месте, им не надо самим фантазировать. Раньше ничего не было. Поэтому не было что-то такого, мелькало, красиво, какие-то ролики, фильмы, это все, это только сейчас. А раньше этого не было. Поэтому в основном человек проводил в таких, значит, в маршрутах фантазии, где он занимал центральную роль в какой-то то ли военных действиях, то ли еще каких-то успешных экспедициях, то ли еще. Что-то он был там и проигрывался, это во всех этих деталях, фантазии, фантазии, в этом он помог проводить, в этом часами, часами, часами. С музыкальным сопровождением еще лучше идет. Перед сном тоже прекрасно. проходили так многие-многие часы. Это те самые часы, которые равно жизнь, которые это дурное побуждение, оно украло у человека. Просто полностью в никуда. Кто-то помнит эти все дни, какие дни, годы, проведенные в фантазиях, которые человек провел, так сказать, фантазируя, у него то будет, у него так будет, так произойдет, это произойдет. Все это я целый раз украдет у нас. Если же человеку удастся избежать всего этого, и он один из тех, кто обладает познанием второго и разумением, то дурное побуждение представит его внимание один из тяжелых предметов обсуждения в этой сфере. Смотрите, он идет каждый раз, поднимаясь выше и выше. Простые люди, видите, тут по-простому вообще не в состоянии, все в голове, одна каша, молитва, не молитва, все в тюрьме. Если чуть поднялся, чуть повыше, да, то голова занята настоящими бытовыми делами, так сказать, если я на работу, то я должен решать проблемы работы, если долги, то надо давать долг, мне должны вернуть долг, все вроде бы по делу, да, или там бизнес, да, это не уровень. Если еще поднем на один уровень, людей, которые способны контролировать все это, то тогда их просто, их загонят в карты, по-настоящему, сейчас меньше, это на мой взгляд, раньше карты, это было для людей, таких, знаете, математики, физики, какой-то там преферанс, расписатель, еще что-то, а это было высшепилотаж, это было, наоборот, самое большое удовольствие, которое есть. Это занимало полностью их деятельность мозговую. Теперь, а кто еще выше, он идет, ступенька за ступенькой, а если человек, он человек Торы, обладает познанием Торы, и его не соблазнишь, ни тем, ни этим, то смотрит на него за это дурное побождение, говорит, тебе этого не, тебя этим не соблазнишь. Что тогда? Дурное побождение представит его внимание один из тяжелых предметов обсуждения в этой сфере, займет его вопросами и ответами, возражениями, опровержениями их, а также теми вещами, которые ускользнули от него в этом месте прежде, и заставит его думать о том, что ему еще осталось еще и в Торе, и будет строить с ним планы, планы того, как он займется этим. Дурное побождение будет отвлекать человека, подобным образом всех деловослужения, и ущерб от этого будет во много раз больше пользы. Казалось бы, вроде бы он занимается Торой, а на самом деле все это. Таких людей я даже лично встречал. Часть из них проводили время в планировании того, что они будут учить, то есть чего они еще не учили, как надо учить, все вокруг того, каким образом должна учеба строиться, что надо еще добиться, и вот обсуждение того, что уже пройдено, и что как пройдено, а главное, что как должно быть построено. Идея о том, кого надо учить, и что надо учить. Ну, это вещь необходимая, но кто сказал, что из этого нужно этому посвятить основное время свое? Это тоже не позволяло вообще человеку учиться. верь, а другие, другие, кто посильнее, занимали себя каберзными вопросами, всякими разными, которые, так сказать, не, 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 как пишет Рамхаль, а разум наш божественный не обязывает нас этому, проясняют все частные детали, которые, то есть человек не выполняет порой минимального уровня исполнения Митсу. Порой он не понимает даже то, что мы называем простого уровня, Пшат, понимание, которое у нас есть в истории. Но при этом он хочет уже искать какие-то, какие-то исключительные ситуации, совершенно, которые не, не, не стандартные, которые, только самые большие мудрецы могут их обсуждать, а их тянет именно в эти, в эти, в эти места, их обсудить со всех сторон, и посвятить дело только этим, в то время, как все остальное остается неизученным. Видите, так дурное побуждение может сбить даже человека, который способен учить Тору, который да, знает Тору, и уведет его вообще в другие места. И тогда возможно, что он начнет какое-нибудь из дел служения и закончит его, но так, что все это время его сердце будет занято посторонними мыслями, относящимся к делам этого мира. Возможно и такое. Устами своими он просит Бога о прощении грехов, а сам в это время в мыслях и в тайниках души замышляет приступить его волю. Один из благочестивых людей сказал в этом так, подобная просьба о прощении сама по себе требует просьбы о прощении. Хатат и Пашат и просим прощения. А на самом деле мы не собираемся просить прощения, а на самом деле там внутри нас продолжает жить то самое желание греха. мы его не искоренили, не искоренили. Надо знать о том, что все, что касается истинной работы, он сейчас перешел уже к более, еще более высокой уровне, когда уже не подъехать вообще ни с какой стороны, а только уже со стороны настоящего служения. То, что человек сделает, что делает, он говорит, хорошо учись, хорошо все делает, да, бей себя в грудь, и даже делай чугу, но только ничего не поменяй в себе, ничего не поменяй. Менять надо внутреннее желание, а не даже внешнее поведение. В одном месте было, было, в Нови Шиве, зашел, привел к примеру, но видел, на таком центральном месте находился молоток. Что это такое тут? Говорит, да, святой молоток. Что святой молоток? Говорит, мы им разбиваем эти самые айфоны, мы разбиваем им, значит, кто, кто решился, значит, это на такой подвиг, чтобы совершенно отделаться от всего этого интерброка, значит, мы собираемся вместе показать, и показательное, показательное разбиение этого айфона. Спросил этот раф, скажите, а после того, как его разбили, что происходит? А? И все как-то сникли, смотрите, как правило, покупают получше, как правило, покупают получше. Это, как она, жена, пожалуй, раскрыла свою душу, что она время сравит истерики, и когда она в такой истерике, она выбратывает вещи из окна. Так она призналась, что она выбрасывает правило то, что она не любит. все истерики по полному контролю. Понимаете, что такое, что такое, что такое дурное начало, как оно, как оно, человека может погубить. Видите, это он говорит, подобная просьба прощения, сама себе требует прощения, когда человек говорит, прости меня, да, но при этом не имеет, вот сегодня этого ничего не изменил себе. Так надо сейчас просить прощения за то, что ты просил прощения таким образом, что ты на самом деле ничего не просишь. Человек взывает к Богу в молитве, но телом, а сердце и душа его отворачиваются от него. Видите, это то, что говорит пророк Ишайяу, это, я, лабашу, мы могли это как мантру, знаете, повторять в своей голове все время, все время устами и губами своими чтили меня, а сердце далеки, а сердце далеки от меня. то, что самое знамение, пиво, свата, кипдуны, велибо, хакми мене. Это то, что надо повторять, 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 повторять. Это как какая-то, знаете, как антивирус, что-то, что-то может хоть пробудить человека, встряхнуть от него, чтобы перед каждой брахой, перед каждой молитвой, перед этой, я что, буду вот как, вот как они, так сказать, лгать ему устами и губами, чтить его, а сердце в другом месте, но может быть, пробудется человек в этот час и задумается о себе и скажет, разве я могу вести себя с Творцом так, как мне не следовало было вести себя даже с людьми в тот момент, когда мне что-нибудь нужно от них или им вести себя со мной тогда, когда им что-то нужно от меня, ведь если я подойду к кому-нибудь с какой-то просьбой и обращусь к нему с речью, в то время, как мое сердце обращено на что-то иное, а он увидит это, тогда он почувствует неприязнь, отвращение ко мне и тем более не исполнит мою просьбу, это самое смешное, смотрите, что он пишет, он говорит, смотрите, мы обращаемся к Богу, как будто, как будто, все это, вы так обращаетесь к людям? У нас есть какая-то просьба у человека, мужик, помоги мне, пожалуйста, ну, мне не хватает две тысячи, если да, может быть, дай мне что-то какое-то, я могу просить это, обращайся к нему, он видит, как я хочу получить от него, как я завишу от него, как мне нужно от него получить, как важно от него получить, он слушает его, а если я, значит, вообще смотрю по сторонам, мой же, ты знаешь, мне вот две тысячи надо, и вообще даже на несмотрение на него, или там еще что-то, или рассматриваю, как сейчас у людей, как принято, да, они вообще с этими, смотрят, с этими телефонами, да, да, а две тысячи можешь дать? Ну? Ну, это с человеком, а что-то с Творцом? И начинаем ему молиться, 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 вообще смотрим в какое-то, вообще в другое место, понимаете, это не, не, он должен выполнять наши просьбы, но насколько же это еще более верно, если он знает, что мысли мы и заняты тем, что противоречит его воле и навлекает на меня гнев, то есть это прийти к человеку, к этому мощи, и я ему прямо говорю, может смотри, вообще я тебе ненавижу, ты мне можешь две тысячи дать? Вообще, это сказать, я тебе там, там, твои имущества, там, я знаю, ущерб какой-то ненавижу, или еще что-то сделал тебе, или что-то говорил тебе плохое, да, ты можешь две тысячи дать? Как это может быть? Наоборот, мы навлекаем только еще больше гнева, тогда, безусловно, он возненавидит меня еще больше, еще больше будет у него причин отвергнуть мою просьбу. Как мы можем иногда хотеть, как мы можем хотеть надеяться, что нам наша просьба будет что-то отвечено? Ведь, когда мы просим, на самом деле, мы ничего не просим, у нас сердце в другом месте вообще, мы можем даже хотеть чего-то другого. И это все открыто перед Богом. Там открыто истинное состояние человека, а не то, которое он лямлет и говорит. И то же самое несомненное, сделал бы тому, кто пришел бы просить меня о чем-нибудь, и я знал бы, куда обращено его сердце. Так же хорошо, как мой Творец знает, куда обращено мое сердце. И как же не устыдиться мне перед моим Творцом, что я намерен вести себя перед ним так, как не хотел бы, чтобы вело себя передо мной одно из слабых созданий подобных мне. Так же и оно само слабое и нуждающееся, не хотело бы, чтобы я вел себя с ним подобным образом. Этими словами дурное побуждение будет побеждено. Если всего лишь нам, все нужно представить себе. Видите, он дает нам рецепт. Он говорит, секундочку, как мы можем выйти из этого? Он говорит, все очень просто. не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Большой принцип. Помните, мы его обсуждали, на этом принципе построена чуть ли не вся Тора, как она именно стоит, это очень важно знать. Вот то же самое тут. Ты хочешь, к тебе приходит человек, обращается к тебе, и вообще ни намерения не имеет, ни уважения не имеет. Делает все наоборот и просит тебя. Ты хочешь попасть в такую ситуацию, будешь хотеть ему что-то дать? Естественно, что нет. Наоборот. То же самое, ты зависим от кого-то, кто-то хочешь попросить у кого-то, и ты делаешь все на зло ему, и при этом тут же просишь его, тебе дадут? Ты это понимаешь? Как же ты можешь просить этого Бога? Когда ему известно уж точно не одно, а все, вся твоя суть, которая вообще не связана с этой просьбой. Как же можно надеяться на нее? Осознание этого, если только мы это прокручиваем еще раз, еще раз, еще раз, еще один раз, это будет для нас как панацея. Этими словами дурное побуждение будет побеждено, как мы сказали, чуть-чуть света изгоняет много тьмы. Поэтому чуть-чуть разумной мысли, которая может осознать эту абсурдность этой ситуации, она может помочь нам взять на себя и это гораздо сильнее, это обязательство служения с истинным намерением, чтобы у нас оно не пропало ни в момент молитвы, ни в момент благословения, ни в момент изучения Тора, ни в момент чего. Быть надо настроенным изначально нас на это служение. Разобрали очень-очень важную тему, очень, она самая центральная практически для нас, потому что мы все погружены в это, все зависят от этого, все с трудом справляются от этого, и дай Бог, чтобы у нас хватило силы вот этими мыслями, этой рационализацией, пониманием ситуации, в которой мы находимся, чтобы мы смогли победить, победить дурное наше начало. Всего доброго, привет из Расулина.